слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение отец сын и святой дух айсалам алейкум боже помилуй нас грешник помилуй нас слава тебе господи слава тебе великие дивны дела твои господи хвала тебе найди новые души которые могут принять тебя приготовят место тебе слава тебе боже наш слава тебе благодарю тебя мой господь за милости которые ты оказал нам и в этот день ты нашел новые души которые готовы принять тебя христе боже наш и послужить тебе аллилуйя боже будь милостив ко мне грешному создавший меня господь помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй слава тебе боже наш слава тебе слава тебе господи слава тебе спаси нас господи и помилуй и защити на имя твое уповаем ты позволил прийти в это место тьмы и мрака где занимаются греховными делами люди раздеты как ограблены они не знают бога господи найди их коснись их сердец только ты можешь спасти их господи боже наш слава тебе аллилуйя господи помилуй благослови считай буду славить тебе господи между народами буду воспевать тебе среди племен ибо до небес велика милость твоя и до облаков истина твоя будь превознесен выше небес боже и над всей землей да будет слава твоя пятьдесят седьмой псалом подлинно ли в правду говорите вы судьи и справедливо судите цены человеческие беззаконие составляете в сердце кладете на весы злодея рук ваших на земле с самого рождения отступили нечестивые от утробы матери заблуждается говоря ложь яд у них как яд змеи как глухого аспида который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя самого искусного заклинания боже сокруши зубы и хвостах их разбей господи челюсти львов да исчезнут как вода протекающая когда напрягут стрелы пусть они будут как переломленные да исчезнут как распускающаяся улитка да не видят солнце как выкидит женщиной прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн и свежие и обгоревшие да разнесет вихрь возрадуется праведник когда увидит омщение а мой стаху свои в крови нечестивые я спрошу вы хотели что-то спросить да я хотел покаять только без ругания чтобы ни одного плохого слова не было хорошо хорошо у вас где живете там церкви есть православная а есть вот сходите туда заочное покаяние не принимается но вы можете богу помолиться и сказать христос умер за нас и ради его жертвы человек получает прощение что он умер за нас верующие в сына божий имеет жизнь вечную они верующие не умер из жизни где в божий пребывает на нем вы можете зайти на наш ресурс канал называется канал во свете библии вы запишите себя как во свете библии вот эта вот книга называется святая библия вот это вот вот а вот и в ее свете во свете библии там у нас 14400 роликов какого города с какого города город барнаул алтайский край ну часто вы к весне все уже тает начинает вы зайдете на наш ресурс на канал вы там найдете для себя очень многое а если вы свете библии и поставите youtube а сайт зайдете на сайт на наш и запишите игнатий лапкин это моя фамилия меня зайти в youtube написать как лапкин лапкин игнатий лапкин не в youtube а скайпе в ютубе а и сайт точно так же а если по скайпу только на фамилию и имя покажите и можете зайти по скайпу игнатий лапкин ага игнатий лапкин да вы запишите где-нибудь забудете ну хорошо все с этим понятно такой нестандартный вопрос а вы что делаете сейчас в лет господь нас проповедников послал в эту тьму в этот мрак где люди находятся здесь 50 процентов голые мужики валяются собрались для блуда садом и гоморра мы пришли чтобы рассказать о христе чтобы люди вышли к свету божию они не поймут так уже сколько человек мы нашли уже больше десяти человек да люди люди принимают принимают уже больше десяти человек мы нашли вот за месяц и 20 дней мы считаем евангелие псалтырь молимся и людям рассказываем о христе кто желает ну да помогать людям это это да господь послал нас сюда мы и волю божию исполняем так что на наши ресурсы заходите там все найдете аркадий лапкин игнатий игнатий да это youtube и и сайт точно так же и форум так же называется почему игнатий лапкин во свете библии называется ну во свете библии еще надо поставить ну я просто зайду в youtube и напишу игнатий лапкин во свете библии во свете библии иначе вы найдете там против нас что-то написанное во свете библии это наш ресурс у нас очень много врагов потому что мы говорим все как есть правду и поэтому они на нас сильно нападают а вы на них попадете и скажут а что я нашел если мы идем поистине у нас всегда врагов туча мне пришлось в черный список только занести семь с половиной тысяч человек ну все пока с богом плохо слышно вас ничего нету у вас что-то там где-то микрофон исчез где-то посмотрите не слышно ни одного слова слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя прочитаю псалтырное чтение слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе господи честь и поклонение слава и благодарение во веки веков аминь благодарим тебя наш господь христос за чудные и дивные милости твои явленные к роду человеческому пятьдесят восьмой псалом господи слава тебе избавь меня от врагов моих боже мой защити меня от восстающих на меня избавь меня от делающих беззаконие спаси от кровожадных ибо вот они подстерегают душу мою собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой господи без вины мои избегаются и вооружаются подвигнись на помощь мне и возри ты господи божий сил божий израилев восстань посетить все народы не пощади ни одного из нечтил беззаконников вечером возвращаются они воют как псы и ходят вокруг города вот они изрыгают хулу языком своим в устах их мечи ибо думают они кто слышит но ты господи посмеешься над ними ты посрамишь все народы сила у них но я к тебе прибегаю ибо бог заступник мой бог мой милующий меня предварит меня бог даст мне смотреть на врагов моих не умиршляй их чтобы не забыл народ мой расточи их силой твоей и не зложи их господи защитник наш слово языка их есть грех уст их да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь которую произносят расточи их во гневе расточи чтобы их не было и да познай что бог владычествует над яковом до пределов земли пусть возвращается вечером воют как псы и ходят вокруг города пусть бродят чтобы найти пищу и несытые проводят ночи а я буду воспевать силы твою и с раннего утра проразглашать милость твою ибо ты был не защитой и убежищем в день бедствия моего сила моя тебя буду воспевать я ибо бог заступник мой бог мой милущий меня аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе какой страх на них нападает все исчезает господи боже наш слава тебе слава тебе боже наш слава тебе евангелие от евангелие от луки 6 глава с 38 стиха давайте и дастся вам меру и добрую утрясенную нагнетенную и переполненную оцеплют вам в лона ваша ибо какую меру мерите такой же отмерится и вам сказал так же им притчу может ли слепой водить слепого не оба ли упадут в яму ученик не бывает выше своего учителя но и усовершенствовавшись будет всякий как учитель его что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазе не чувствуешь или как можешь сказать брату твоему брат дай я выну сучок из глаза от твоего когда сам не видишь бревна в твоем глазе лицемер вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь как вынуть сучок из глаза брата твоего нет доброго дерева которое приносило бы худой плод и нет худого дерева которое приносило бы плод добрый ибо всякое дерево познается по плоду своему потому что не собирается так подожди-ка я спрошу сейчас так хотели здравствуйте добрый день как у вас дела да по милости божьей вот пришли сюда только не ругайтесь чтобы у нас разговор хороший был я адекватно я сам бегающий тоже ну вот мы православные люди проповедники пришли рассказать как тут живут люди неправильно тут процентов 50 голые валяются блудят в открытую безобразничают половые органы а мы христиане православные и вот мы считаем евангелие чтобы свет христов в этот садом и гаморру зашел а если не ошибаюсь евангелие это когда типа библия да ну вот это вот поэтому библия это полная полная вот это вот ого ну вот как она видишь большая большая да ее прочитать чтобы нужно восемьдесят девять часов неперерывно считать нифига себе но не с ругался нет нет хорошо ну вот а это псалтырь считаешь евангелие это новый завет уже что христос умер за наши грехи мы несем людям радостную весть что мы искуплены кровью христа он наше беззаконие взял всего мира на себя и умер за грехи людей поэтому он имеет право прощать а мы должны дать обещание никогда уже грехам не возвращаться жить по заповедям божьим а можно такой вопрос задать а вот слушайте если у вас вопросы еще будут какие то вы запишите я дам данные свои меня звать Игнатий Лапкин да нет спасибо у меня только один вопрос а вот тогда вот иисуса получается его друг же предал а потом получается к сожалению убил его казнили распяли на кресте а он воскрес на третий день это пасха и говорят христос воскрес отвечает воистину воскрес а он наказал своего друга какого но который его предал получается но они не как наоборот просил на них господи прости мы ибо не знают что худо творят он сам себя наказал Иуда от хорошего содружества попал в ад понятно спасибо вам слава Христу если по скайпу будут вопросы зарядите Игнатий Лапкин и по скайпу выйдите на меня а если зайдете в ютуб во свете библии там 14400 роликов наших там целое море там целое море а если зайдете на ютуб то у нас там посещаемость 31 миллион просмотров у нас очень большие ресурсы есть сайт Игнатий Лапкин во свете библии зарядите вот эти слова зайдете на сайт с этими словами напиши форум уже на форуме 1600 тем а в моем мере там наши фотографии 22 тысячи вот так с Богом удачи храни Господь до свидания